Добрый день, дорогие читатели! Сегодня мы с вами будем говорить об одном из самых известных романов XX века. Это книга Генриха Бёля, немецкого писателя и нобельского лауреата, которая называется «Глазами клоуна». Генрих Бёль прожил не очень долгую жизнь, всего 67 лет, но на его долю уже выпало много испытаний и много хороших событий. Родился будущий писатель в 1917 году в католической семье, многодетной семье. Поступил сначала в школу, потом в гимназию, уже с ранних лет начал писать прозу и стихи. А после окончания гимназии поступил в Кёльмский университет. Правда, уже в 1939 году его призвали в армию, на фронт Второй мировой войны. Бёль не поддерживал нацистов, но у него не было выбора, нужно было идти на фронт. И, конечно, ему приходилось очень тяжело. Он воевал во Франции, четырежды был ранен, пытался уклониться от службы, придумывал различные болезни, но всё равно избежать не мог. Но в 1945 году попал в плен к американцам, а после освобождения из лагеря вернулся на учёбу в Кёльмский университет. Изучал филологию. А в 1947 году его произведения были напечатаны впервые, и постепенно Бёль находил своих читателей. Среди известных его произведений романы «Где ты был, Адам», групповой портрет с дамой, «Бильярд половины десятого», «Женщина у берега Рейна» и «Ирландский дневник». Это серия очерков. Вообще Генрих Бёрль был очень популярен в Советском Союзе из-за его критики нацизма. Его часто печатали, но после того, как он осудил власть в Советском Союзе и принял у себя опального писателя Александра Исаевича Солженицына, его перестали печатать. И вернулся он к своему читателю уже только во времена Перестройки. Сейчас Генрих Бёрль известен в России, его по-прежнему читают. Ну а сегодня мы с вами будем говорить о его самом известном романе, это «Глазами клоуна». История 27-летнего человека, который работает клоуном, как вы поняли, но его жизнь очень тяжела. Он попал в критическую ситуацию, получил травму во время последнего выступления и, в общем-то, возвращается к себе домой, в квартиру. Денег у него совсем нет, в кармане одна марка, ему нужно что-то делать. К тому же от него ушла любимая девушка, он начал пить. И вот в такой тяжелой ситуации он садится, как-то положил поудобнее ногу и решает позвонить своим знакомым. Причем он делит все номера на два столбца. В первом столбце те, которые нужно в первую очередь использовать, позвонить своим знакомым, с которыми он ближе. А во втором столбце, к которому обратиться уже в самом крайнем случае. Ну а посередине имя Моники, его хороший знакомый, которая приготовила квартиру к его приезду. И Ганс думает, а главного героя зовут Ганс Шнир, он думает о том, что, в общем-то, ей можно позвонить, но, наверное, уже, если совсем вариантов не останется. И, конечно, его чувства к ней тоже какие-то есть, но он не представляет сейчас себя с кем-то другим, кроме его любимой девушки Мари, которая от него ушла. И ушла она не просто куда-то, а к его бывшему другу, католику Цюфнеру, сам Ганс Шнир, не исповедует никакую религию и не понимает, почему Мари ушла. Ведь жить в счастье, пусть и без записи о браке, гораздо важнее, чем жить в католическом браке, но с нелюбимым человеком. Такие вот рассуждения, да, происходят в голове Ганса Шнира, которыми он и делится с читателем. И среди первых звонков, которые совершает Ганс, это звонок его матери, госпожи Шнир. К сожалению, отношения между Гансом и родителями очень сложные. Ганс никак не может простить своей матери смерть старшей сестры Генриетты. Есть вот такая цитата в книге. «После смерти моей сестры Генриетты родители, как родители, перестали для меня существовать. Уже 17 лет, как Генриетта умерла. Ей было 16, когда кончилась война. Она – прелестная девочка, белокурая, лучшая теннисистка от Бона до Римагина». И одна из кроменсионных сцен романа, когда Ганс узнает о смерти своей сестры. «Когда пришло известие о смерти Генриетты, у нас дома как раз накрывали на стол, и Генриеттина салфетка в желтом салфеточном кольце еще лежала на шкафу. Анна считала, что отдавать ее в стирку преждевременно. И тут мы все посмотрели на эту салфетку. На ней были следы мармелада и маленькое бурое пятнышко. Не то от супа, не то от соуса. В прямой жизни я почувствовала, какой ужас стоят в себе вещи, оставшиеся после человека, который ушел или умер. Но мама сделала решительную попытку и начала есть. Наверное, это должно было означать, жизнь продолжается, или что-то в этом духе. Но я точно знала, что это не так. Не жизнь продолжается, а смерть. Я выбил у нее ложку из рук. Выбежал в сад, потом опять в дом, где поднялся вой и виск. Маме обожгло лицо супом. И вот Ганс скидывает все вещи из окна, которые принадлежали Генриете, и поджигает их. И вот в эту комменционную сцену мы должны посочувствовать, конечно, герою, и как-то его понять. И действительно, Генрих Бюль не случайно дает профессию клоуна своему герою. Ведь Ганс, несмотря на его шутовскую профессию, внутри переживает огромную боль. И эту трагедию читатели должны почувствовать. Кроме того, что у него конфликт с родителями, и от него ушла любимая девушка Мария, он еще и не может строиться в этой жизни, в этом мире. И главный конфликт романа – это противостояние человека с внешним. Все другие сумели как-то строиться. Например, госпожа Шнир, когда во время нацизма была против евреев, сейчас возглавляет комитет по примирению расовых противоречий. Ганс не может этого понять. Не знает, как можно так себя вести. И сам пытается как-то устроиться. Но денег-то нет, и нужно тоже приспосабливаться. Генрих Бюль не жалеет своего героя. Он показывает его таким, какой он есть. И сам читатель должен решить, как он будет к нему относиться. Финал у романа открытый, и мы сами должны увидеть чем закончится история Ганса. Будет ли он жить так, как жил, что-то у него изменится, или может быть он вообще перестанет жить, потому что такие мысли тоже у него существуют. И, конечно, сейчас по-прежнему этот роман актуален, хотя он рассказывает о судьбе Германии с 40-х, 60-х годов, но история, которая была тогда, в каких-то моментах повторяется и сейчас. Не случайно роман «Глазами клоуна» пережил множество изданий. Вот здесь вы видите новое издание уже 2000-х годов, но в руках у меня старинное издание 1965-го года. Стоит заметить, что роман-то вышел только в 1963-м, а уже в 1965-м появился первый перевод у нас в России. И, конечно, он еще с некоторыми вырезками, с некоторыми изменениями, но тем не менее общий стиль сохранен. Перевод достаточно хороший. И, конечно, читается он легко, несмотря на то, что ставятся здесь очень сложные нравственные философские проблемы. Конечно, этот роман не для всех. Здесь нужно много думать, нужно размышлять и как-то сопереживать герою, но уверена, что он оставит глубокий след в ваших сердцах. Поэтому я очень рекомендую к нему обратиться. Кстати говоря, не только переиздания были этого романа, но этот роман ставился на сцене. Например, в 1968 году в Театре Моссовета уже была постановка. Главную роль Ганса Шнира играл Геннадий Борников. Ну, а в наши дни этот спектакль поставлен в Театре Вахтангова. Он так и называется «Глазами клоуна». Это студенты Щукинского института ставили эту постановку. Так что, если есть интерес, можно сходить и в театр. Ну, а в 1976 году была экранизация романа «Глазами клоуна». К сожалению, на русском языке я не нашла этот фильм, но, тем не менее, может быть, кто знает немецкий, может его посмотреть. Так что, я вам очень рекомендую обратиться к этой книге, к роману «Глазами клоуна» Генриха Бёля. Не только эта книга есть у нас в библиотеке, в Центральной городской библиотеке имени Ломоносова, но и другие произведения этого замечательного писателя. Приходите, пожалуйста, к нам в библиотеку, читайте хорошие книги. Спасибо большое за внимание и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok